Всем привет! Меня зовут Алима, для тех, кто не знает, для тех, кто впервые на моем канале, и всем, кто смотрит меня в очередной раз, всем большой-большой привет! Сегодня я буду рассказывать, наконец-то, о своих любимчиках, о своих фаворитах за три месяца, за прошедшую весну. Сегодня уже 31 число, это значит всё, конец весне и здравствуй, жаркое лето. За эти три месяца я много чего полюбила разного, прикипела к каким-то вещам, так скажем, и готова с вами поделиться. Возможно, это видео станет для кого-то полезным. Первым моим фаворитом в области ухода стала вот эта термальная вода от фирмы Уриаш. Это, по-моему, французская термальная вода, наверное, многие с ней знакомы. Это не первая моя термальная водичка, до неё я уже пробовала термальную воду фирмы АВ и Ларуш-Посей. Но вот именно эта термальная водичка мне понравилась больше всего. Не знаю, насколько состав лучше, чем те фирмы, но у него, у самой упаковки, очень хороший дозатор. Потому что напыление идёт такое мелкое, что ты не чувствуешь на себе воду, ты чувствуешь какую-то свежесть, освежился, но не мокрый, как это бывает с другими дозаторами. Вначале я попробовала эту водичку вот в такой миниатюре, она у меня закончилась, я осталась довольна именно дозатором и приобрела уже потом в полном размере себе термальную водичку. Мне кажется, на лето это всё-таки мастхэп, потому что освежиться хочется всегда. К тому же она имеет разные вот области применения, здесь написано для ухода за кожей лица, после бритья можно использовать на ожоги, после подгузники также. В общем, масса у него применения, видимо, она является какой-то волшебной. Следующим фаворитом власти ухода для волос стал вот такой шампунь, он называется Дафни, он попал ко мне случайно, потому что мой муж откуда-то его принёс и где его купить, я честно говоря не знаю. Дафни интенсив скинкер, и что-то на арабском, видимо, это арабский, да, made in Арабские Эмираты. Это такой арабский шампунь, по-моему, с какими-то орехами он, ну, в общем, поближе вам ещё покажу. Hairball extract moisture and maintain natural hair growth. А, он ещё для роста волос, вот он закончился у меня, уже пустой, но весной я его использовала каждый день, найти пока не могу, как найду, куплю и напишу вам в инфобоксе, где можно купить такой шампунь. Чем он мне понравился? Он вообще суперский, после него очень-очень-очень-очень мягкие волосы, и после него даже не хотелось использовать никаких масок и кондиционеров, просто, не знаю, какой-то волшебный шампунь. Надеюсь, я найду ещё такой же где-нибудь. Может быть, он работает только так на мои волосы, я не могу утверждать, что он будет работать так же и на чили по ещё волосы, но мне он понравился. Ещё одним моим фаворитом стал вот такой парфюм от английской фирмы John Malone в аромате Blackberry and Berry. Он у меня уже достаточно давно, с марта месяца, мне его подарил супруг. Он пахнет довольно-таки свежо, такой нерезкий абсолютно запах. Мне нравятся именно такие запахи, свежие. Наверное, это один из моих первых парфюмов, не наверное, точно, который я выбрала в магазине. В основном я воровала ароматы. Если мне понравится у кого-нибудь аромат, я спрошу, вау, а что за аромат, и потом покупаю его. То в случае с John Malone я решила, что я выберу сама. Минусом этого аромата является то, что он довольно-таки нестойкий. Он очень свежий, очень вкусно пахнет в начале, но уже через несколько часов я его практически не чувствую. Что касается одежды. В этом обзоре одежды не будет, потому что я в положении, и покупать новую одежду я смысла пока не вижу. И поэтому я сейчас, конечно же, покупаю аксессуары, потому что аксессуары можно носить как во время беременности, так и после нее. И прям затаскала этот аксессуар, эту сумочку нереально красивого цвета, который подходит под абсолютно любой аутфит и делает любой образ просто еще круче. К тому же она удобная, как всегда, это кросс-бодибэк. У меня давно не было других видов сумок, потому что я с ребенком постоянно мне нужно что-то накинуть на себя, вот так мне, чтобы мне было удобно. Она спереди вот такая простая, сзади у нее вот такой змеиный принт, золотая фурнитура, которая подходит под большинство моих нарядов, опять-таки. Это корейская фирма, покупала я у нас в ночном фэшн-стор, Найт фэшн-стор, там помимо того, что продают классные-классные вещи казахстанских дизайнеров, там еще продают корейские няшки. Еще одним фаворитом стала вот сумочка, прям затаскиваю, потому что ношу это каждый день. Тоже всю весну носила, вот такие очки солнечные, тоже корейская фирма, не знаю, как называется, просто купила в этом же фэшн-стор, Найт фэшн-стор, и прям ношу каждый день, не снимая. Они мне, во-первых, идут, мне так кажется, во-вторых, они очень-очень темные, я их ношу в очень солнечную погоду. Мне кажется, они мне идут, что скажете? Ставьте лайк, если они мне идут. Детским фаворитом в этом месяце стала именно одежда, а точнее обувь. Хочу выразить симпатию фирме Adidas за их прекрасную обувь детскую, потому что это уже наша вторая пара кроссовок от Adidas, и с ними ничего не случается. Их можно спокойно стирать в стиральной машине, носить и в дождь, и в снег, и так далее. И в Алмазе довольно тепло, мы начали уже их носить весной, будем носить летом, и думаю, еще поносим осенью. Еще одним фаворитом среди аксессуаров стали, как вы заметили, наверное, уже вот такие красивые минималистичные украшения, именуемые чокерами. Привет из 90-х. Мне они понравились еще в прошлом году, как тренд. Я стала носить их только сейчас, когда они уже, не знаю, украшают шеи каких-то голливудских селебрити. Вот такой шнурочек двойной получается, и вот такой висит аккуратненько. Есть у меня обычная черная, такая крупная довольно лента. Чокером сейчас можно сделать обычную ленту, любого цвета, какой вам нравится, и подобрать под любой лук. И мне кажется, вот данное украшение, оно делает любой наряд более стильным, более интересным, более законченным. Хочу вам посоветовать, кстати, один YouTube-канал, на который я недавно нарвалась. Ну как недавно, месяца три назад начала смотреть видео этого канала. Это канал на английском языке, и для тех, кто знает английский, это будет просто кладом, сокровищем. Называется он actualized.org. Канал о саморазвитии. Для тех, кто любит заниматься собой, стремится к лучшему качеству жизни, стремится к успеху, стремится стать лучшим человеком, какие-то свои человеческие качества апгрейдить и так далее, этот канал будет очень-очень полезным. Я его слушаю, просто слушаю, когда убираюсь или делаю еще какие-то домашние дела. Он у меня на фоне. Просто кладезь полезной информации. Лучший фильм этого месяца, на мой взгляд, стал фильм «Колония Дигнидат», который посоветовал посмотреть мне подруга. Я посмотрела его дома с мужем. И ничего сильнее этого фильма я за эти три месяца не видела. Но не скажу, что это лучший фильм в моей жизни, но его однозначно стоит посмотреть каждому, дабы знать нашу историю, так как фильм основан на реальных событиях. Этот фильм о колонии. Эта колония якобы благотворительная организация. Но это колония, и не только колония, это секта, где правит тиран, бывший нацист, терапидофил, который под видом божественности, под видом веры, навязывает людям ужасные вещи. Ну, в общем, он творит там просто беспредел. И Геремионе Грейнджер, Эмми Уотсон, и ее спутнику жизни удается как бы сбежать с этой колонии одним из немногих. Я слушала в этом месяце больше всего две песни. Это Зейн, Pillow Talk. Я люблю слушать машину. Нашу громкость. Перемотать. Эта песня, кстати, является саундтреком к одному сериалу, который тоже вам порекомендую посмотреть. Этот сериал называется «Быть Мэри Джей». Посмотрите. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр. Увидимся очень скоро. Теперь я буду выпускать видео немного чаще. Все потому, что у меня немножко больше времени появилось. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok